Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, в эфире «Войт-контроль» в студии Оксана Антоненко, звукорежиссер Родион Золотарев. Сразу напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните, пишите на видеочате на портале MixNewsLV. Что я хотела бы сразу напомнить, буквально на днях Сэм будет голосовать за будущего омбудсмена Латвии, возможно, им останется действующий омбудсмен Латвии Юрис Янсенс. Депутаты уже разделились на две части, некоторые фракции объявили о том, что поддерживают Янсенца, некоторые объявили о том, что не поддерживают Янсенца, другие пока еще думают. Вот об этом, собственно, и будем говорить, насколько удачный выбор сделали депутаты в прошлый раз и насколько хорошо со своей работой справлялся действующий омбудсмен Юрис Янсенс. У нас в гостях двое политиков, это Эдгар Ставерс, член правления Союза зеленых и крестьян. Добрый вечер. Добрый вечер. Союз зеленых и крестьян, напомню, поддерживает Юриса Янсенца и Борис Целевич, депутат Сэйма от Согласия. Добрый вечер. Добрый вечер. Согласие, насколько мы понимаем, пока не определилось, кого оно поддерживает, но у вас есть своя личная позиция, насколько я понимаю, потому что в прошлый раз Согласие как раз-таки выдвигало господина Янсенца, это был ваш человек, можно сказать. А вы помните, с какими устроениями тогда назначали или выдвигали, вернее, господина Янсенца на эту должность? Что вас заставило сделать такой выбор? Конечно, помню, это все не так давно было. На самом деле, я думаю, что за свое избрание господин Янсенс должен благодарить в первую очередь единство. Потому что в то время единство было премьерской партией, правящей партией, когда был принят закон, который очень долго обсуждался, и который, кстати, вообще по инициативе президента. В свое время был принят, когда президентом была Вайровики Фрейберга, он долго дорабатывался в парламенте, и как бы по умолчанию считалось, что единство должно выдвинуть кандидата. А в единстве уже тогда, хотя не так публично, как сейчас, были серьезные внутренние свары, в общем, единство как-то долго не могло определиться, сроки приближались. И, в общем-то, когда оказалось, что ситуация достаточно критична, что просто мы рискуем ситуацией, когда полномочия господина Апсетеса закончится, а его преемник так и не будет избран, вот тогда мы взяли инициативу на себя. И господин Янсенс был выдвинут в первую очередь как кризисный менеджер. То есть сейчас уже многие этого не помнят, но господин Апсетес, действительно выдающийся юрист, очень авторитетный человек, бывший депутат Верховного Совета, бывший член Конституционного Суда, оказался, честно говоря, не самым лучшим организатором. И из-за этого в Бюро Омбудсмана продолжались бесконечные склоки, свары, жалобы друг на друга. Одно время там не проходило заседание нашей комиссии по правам человека, когда мы не получали очередной, извините, телеги там друг на друга. И, в общем, Бюро было парализовано и практически не работало. И нужен был человек, который просто сумеет это, грубо говоря, разрулить, навести в Бюро порядок. И с этой точки зрения господин Янсенс показался нам вполне подходящей кандидатурой. У нас не было иллюзий относительно его знаний в области прав человека, но это не было тогда важнейшим фактором, по крайней мере, одним из факторов. Потому что главное было действительно организовать работу Бюро. И вот в последний момент мы его таки выдвинули уже после того, как был выдвинут господин Янсенс. Единство, наконец, сумело между собой договориться и выдвинуть вполне достойного, хорошего кандидата Аннету Ковалевску, которое нам очень нравилось, но у нас есть, в общем, определенная этика. Мы не могли не проголосовать за кандидата, которого сами же и выдвинули. То есть на тот момент Янсен сказал своим человеком, который прежде всего наведет порядок в Бюро импутсмена. Да, и он четко, в общем, показывал свое желание осваивать. Права человека, желание учиться. Подождите, ну вы с ним общались на тему того, что он думает по поводу неграждан, например, что он думает по поводу школ нацменьшинства. Вот и что он вам говорил тогда пять лет назад? Ну, дословно я бы сейчас уже не хотел цитировать. С тех пор многое прошло. Общая такая вот посылка была, что я в этом не считаю себя специалистом. Я настроен учиться. Я буду выслушивать мнение экспертов и прислушиваться к мнению экспертов. Сейчас я не готов говорить. Но это касалось не только вот этих политически чувствительных вопросов, но и многих вопросов, связанных с правами человека. Конечно, это не идеальный вариант. Вообще, позиция омбудсмана как таковая у тех государств, где она существует, она, в общем, задумана для людей очень авторитетных, уважаемых в обществе. Потому что омбудсмана, его главная сила – это моральный авторитет. То есть моральная власть. Именно такой человек и должен работать на пост омбудсмана. К сожалению, в нашей ситуации это не сложилось. Те люди, которые по своим заслугам, по своей репутации могли бы претендовать на такой статус, мягко выражаясь, не рвутся, быть избранными на должность омбудсмана. Ну, за неимением гербово пишем на простой. То есть нет, мы не считали, что Янсен – это идеальный вариант. Но с нашей точки зрения в то время это было, ну, скажем так, самое чистое из грязных рубашек. В то время господина Янсенца поддержал также Союз Зеленых и Крестьян. Господин Таврос, вы помните, может, объяснить, почему вы тогда его поддержали? Ну да, но в то время я не был руководителем Латвии за партией еще, но вскоре я беседовал с своими коллегами. Те вопросы были очень похожи на то, что, как говорил господин Силович, как выбрал центр согласия эту, что нужно поддерживать, как-то в другой уровень поставить бюро омбудсмена, что нужно вообще говорить насчет прав, как их не только насчет человеческих, но все видеть, все стало, все полностью надо смотреть. И мы смотрим, как он работал в это время, как мы и наши юристы тоже оценивают господина Янсенца как хорошие руководители этого бюро. Очень много вопросов. То есть порядок навел? Да, порядок навел, и многие вопросы поднял на другой уровень. Мы сейчас много и в САЭМ, и в парламенте, и в Алдыбе, в министерстве кабинетов тоже беседуем насчет прав. Прав не только насчет меньшинства, и не только этих русских и латыших школ. Мы говорим насчет детей, как вообще, как дети живут в Бернурном. Детский дом. Детский дом. Их не как ситуация, как это там. Мы ни разу беседовали насчет этого. И мы беседовали насчет веселой бесайсердзейба. Ну, извиняюсь. В Бернурном. Да. Как есть наш, что мы получаем, что мы не получаем, какие у нас есть права или нет права. Очень много идей, и того, что показывал, и, ну, отъявил, ну, это... Возновил? Да, возновил этот вопрос. Он сейчас дает карту как в министерстве кабинета, и так и в САЭМе. Мы говорим насчет этих проблем, и постоянно по сантиметру, по метрам идем на тот уровень, который мы должны достигнуть, чтобы наши все права были одинаковые. То есть, господин Янсенс внес в повестку дня политиков вопрос о правах человека. Да, и особо... Чего вы от него ожидали? Да, и всего мне очень оценивано то, как он говорит насчет детей. И их права, которыми до сих пор никто насчет этого не говорил. Господин Телевич, вот вы нашли еще один плюс у господина Янсенса. Согласны с этим? Нет, не согласен. Во-первых, я не согласен с тем, что никто не говорил о правах детей. Говорили. И вообще, ситуация очень красноречивая. Когда правящая партия хвалит того человека, который по своей должности должен очень жестко критиковать эту партию, ее действия. Ну, это выглядит, извините, подозрительно. Но не только эту партию, возможно? Ну, не будем как бы кокетничать. Именно Союз Зеленых и Крестьян уже давно является настоящей правящей партией. Но вот сейчас ситуация сложилась так, что им не удалось ни на кого свалить обязанности премьера. Пришлось выдвигать своего человека. Я не об этом, я о том, что господин Янсенс, когда он говорит, к примеру, о том, что не очень хорошая ситуация в детских домах. Детские дома у нас разве не муниципальные? Нет, конечно, государственные. То есть муниципалитеты не имеют отношения к детским домам, центрам социальной опеки? Нет, детские сады муниципальные. Как правило, большинство есть и частные. Социальная сфера подчиняется государству. То есть вы здесь не имеете, я имею в виду представителей вашей партии, не имеют никаких прямых конфликтов с господином Янсенцем? Нет, абсолютно. Он, конечно, не упускает возможности покритиковать, скажем, Рижскую думу и так далее. На самом деле эта критика иногда обоснована, конечно, потому что никто не совершенен. Но иногда в этой критике звучит такой явный политический подтекст, что вот раз я так жестко наезжаю на правительство, так для баланса надо наехать и на те самые управления, где оппозиция власти. Это одно из основных наших. Так он все-таки наезжает на правительство? Ну, конечно, наезжает. И на ЗАЗ тоже наезжает, если мы так смотрим. Да, но вот понимаете... Но тогда получается, что нет здесь никакого политического следа? Нет, извините, наезжать можно по-разному. Ты слов наезжает? Нет, нет, знаете, вот есть такой очень старый стишок, что там нам нужны подобреющие длины и такие гоголи, чтобы нас не трогали. То есть наезжать, конечно, надо, но как это делает господин Янсенс? Вот есть такое слово «популизм», в котором часто упрекают политиков и обоснован. Вот для политика это очень большой недостаток, когда политик действует по-популистски. Для правозащитника это просто фатальный недостаток. Это сразу нивелирует, полностью уничтожает всю его работу. Господин Янсенс выдвигает критические аргументы в такой форме, которая заведомо понравится большинству. И в то же самое время, ну, особых проблем, особых хлопот не доставит правящие коалиции. Вот вы посмотрите, господин Янсенс пять лет на своем посту, он постоянно поднимает вопросы о проблемах в области здравоохранения. Да, все это действительно правильно, и во многих случаях он обоснованно критикует. А что за это время произошло? Финансирование здравоохранения увеличилось, и, простите, оно уменьшилось. Ситуация лучше стала? Да нет, ничего подобного. Ну и чем плохо? Вот с одной стороны у нас есть такой омбудсмен, который говорит людям то, что им нравится слышать. Ну, это такая, слава роду, психотерапия. Вот, о нас кто-то думает. А на практике ситуация никак не меняется. Так, может, просто пять лет это слишком мало для того, чтобы ситуация поменялась? Ну, по крайней мере, тенденции обозначены достаточно четко. И министр от «Зеленой партии» свою программу изложил очень четко. По поводу детских домов, я просто открыла доклад, господина Янсенс, последний доклад в СЭМе. У него тут раздел просто есть. Права детей в муниципальных детских домах. Ну да, есть муниципальные детские дома. Нет, нет, нет. Детские сады и детские дома – это разные вещи. Хорошо, здесь говорится про Берну нами. Да? Нет, ну, конечно, есть, я говорил об этом. Не, ну, не надо выискивать каких-то возможностей, что там господин Янсенс там лично обидел. Я просто хотел вам прояснить. Там Нила Ушакова и Александр Барташевич. Ну, спасибо, уже мы не обидчивы. Ну, нас кто только не пытается обидеть, не очень это удается. Тут ситуация, на самом деле, очень простая. То есть, есть у него совершенно правильная идея. Вот эта идея, так я сейчас скажу, длинное слово, деинституционализации. То есть, чтобы по возможности больше детей были усыновлены и удочерены. Ну, часто сейчас говорят о калькос-латышском, адоптированы в семьи. Они оставались там в детских домах и в институциях. Это, конечно, правильно, мы это всячески поддерживаем. Но, понимаете, это не задача, собственно говоря, правозащитника. То есть, правозащитник должен давать оценку именно с точки зрения прав человека. И, с одной стороны, это хорошо, что господин Янсен поднимает проблемы социальных прав. Но, на самом деле, очень многие социальные вопросы решаются только одним способом – деньгами. А это не тот вопрос, который может решить омбудсмен. Это вопрос, который могут решить коллеги по коалиции. Это просто вопрос о бюджете. Господин Таверс, может быть, не тем занимается господин омбудсмен на данный момент, не теми вопросами и, может быть, не настолько эффективно, как хотелось бы. Вы знаете, если мы смотрим вообще, какие права есть господин Янсен, вообще омбудсмен, чем он может заниматься, что он может говорить и что он может на самом деле реально сделать. По нашему мнению, по нашему тоже юристическому мнению, если мы смотрим права в бюро, какие он предложения может давать сам, как он может говорить насчет проблем, и как эти проблемы поднимается, и как на самом деле это как-то вступает в жизнь, в реальную жизнь. Мы, собственно, считаем, что все права, которые у него есть, он использует. Если у него больше права нет, тогда нам надо говорить. Мы можем им увеличить какие-то права или не увеличить права, это совсем другой разговор. И того, что господин Янсенович говорит, что он нас не критисует, он очень критику тоже к нашим дает. Как раньше говорили, что его выбрали партии «Единство». Я вот смотрю лето, что он говорил, что министр, когда была госпожа Цирцентра здравоохранения, он очень-очень его критизировал, их реформы. И также он сейчас начинает какие-то ошибки допускать наш министр, господин Билевич, который что-то сделал, но еще очень многое, что он не успел сделать. Он тоже критику нам дает. Но если мы будем смотреть, каждый омбудсмен, если он нас не критизирует, значит, он наш, мы его можем поддерживать, это же не позиция страны, мы так не можем думать. Но как он критизирует, что он говорит, факты, реальные факты, мы будем смотреть. — Доктор Силевич говорит, что ничего, собственно, не изменилось. Янсенс как говорил про то, что денег в здравоохранении не хватает, так их и не хватает. Вот, к примеру, те же права детей. Янсенс, насколько я помню, годами уже говорит о правах детей. Что изменилось? — Знаете, собственно, я сам был этот «Pepers and Commission is Head», когда господин говорил, наверное, это те же презентации, которые вы открыли в свой компьютер. — Я открыла то, что он в Сэме читал. — Да, и там были те, которые ответственны в стране насчет этого вопроса. Есть план, который мы двигаемся, как мы будем улучшить эту ситуацию, которые тоже, идеи шли из омбудсмены. — Хорошо, можно перечислить, что изменилось? — Как далеко этим детьми надо ехать или не ехать? Мы вообще эту систему переделаем сейчас по-другому. — Что-нибудь изменилось благодаря советам господина Янсенса? Хотя бы что-нибудь? — Ну, что, что, что. Ну, например, вот буртницы, которые надо раньше вам, своими детьми, покупать собственные, сейчас вы не покупаете их больше. Этот был маленький, такой совсем маленький пример, что идеи шло из Янсенса. А такие маленькие идеи очень много. — Господин Целевич, может, все-таки в каких-то сферах господину Янсенсу удалось добиться успеха? Может быть, других просто времени не хватило? — Ну да, конечно. Нет-нет, я отнюдь не хочу сказать, что абсолютно все, что делает господин Янсенс, это плохо. Нет-нет, отнюдь. Но есть у него совершенно правильные вещи и правильная критика, и кое-чего он добился. Проблема в другом. Ведь, понимаете, по определению работа правозащитника, она имеет свою специфику. Очень часто нарушаются права не очень хороших людей. То есть в работе омбудсмена, в работе всяких правозащитных институций львиную долю жалоб составляют жалобы из мест заключения. С этой точки зрения, вот что господин Янсен сделал хорошо, действительно, он обратил внимание на ситуацию в пансионатах. Вот тут я действительно готов признать его заслуги, он привлек внимание к этой проблеме. Опять же, изменений никаких нет, но, по крайней мере, об этом стали говорить. Господин Янсенс, мне кажется, очень, повторюсь чуть-чуть, его беда в том, что он выбирает какие-то такие темы, которые поймут большинство и которые получат поддержку большинства, даже без какого-то результата. На самом деле, обязанность правозащитника – это защищать меньшинство. Не как бы пытаться что-то такое сделать, что будет приятно большинству, а говорить что-то такое, что большинство будет слышать неприятно. Какие сегодня вот самые такие актуальные вопросы меньшинств? Беженцы, сексуальные меньшинства. Тут господин Янсен, ну, вроде как, не подыгрывает впрямую тем ксенофобским, радикальным, гомофобским силам, которые у нас очень влиятельны в государстве, но как бы и не очень большую активность проявляет. Что касается национальных меньшинств, вот мы уже об этом говорили, ну, тут просто его позиция никакой критики не выдерживает, когда даже его предшественник, господин Апситес, который не скрывал своих, так сказать, то, что у нас называется, национальных взглядов, тем не менее признавал, что, допустим, некоторые ограничения прав неграждан проблематичны с точки зрения. Давайте продолжим эту тему сразу после новостей и рекламы. Мы прервемся на несколько минут, не переключайтесь. На одной волне с городом. Радио. Радио. Болтком. Добрый вечер еще раз. В эфире по-прежнему «Войск. Контроль» в студии Оксана Антоненко, звукорежиссер Родион Золотарев. Телефон на прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите нам в видеочате на портале МиксНьюс ЛВ. Обсуждаем успехи или, может быть, неудачи действующего омбудсмена Юриса Янсенса. И в гостях у нас двое экспертов. Эдгарс Таверс, член правления Союза зеленых корисян, который поддерживает господина Янсенса. И Борис Целевич, депутат СМО от согласия, который не поддерживает господина Янсенса. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Давайте примем звонок. Сразу надевайте наушники. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Вот два момента хотелось бы отметить. Первый момент это по господину Янсенсу. Вот я обыкновенный гражданин и житель Латвии. Я хочу сказать, на мой взгляд, он один из тех бездельников, которые ничего не делают. И если он сделал, по словам Целевича, что-то для пансионатов, дай бог этим старикам и больным людям счастья и радости. Но я так понял, он ничего не сделал. Он только поднял вопрос. Он до чего много, до чего поднимался. Но сделать он не сделал ничего. И первое, что я хочу сказать. Какие есть у меня права избирать и быть избранным. Я этих прав не имею. И со мной вместе этих прав не имеют более 300 тысяч. Что для нас сделал господин Янсен? Ничего абсолютно за пять лет. Второй момент. Я, как гражданин Латвии, имею право на медицинское обслуживание. Что сделал господин Янсен? Ничего. За последнюю неделю я похоронил четырех своих друзей. Вот его работа. А теперь второй момент, который меня очень, вообще так, умиляет то, что сегодня говорит господин Целевич. Как господин Янсен попал на эту должность? Он полный ноль. Ничего не знал в области прав человека. Но его предложили, а он пообещал научиться. Извините, ученики получают 200 евро в месяц, ученики. Так он, господин Янсен, получая больше тысячи, а может быть еще больше, не только ничему не научился, а стал еще тупее, чем был, когда его согласие предлагало на такую важнейшую должность права человека. Спасибо. Давайте пытаться быть тактичными, в том числе в отношении господина Янсенца. Господин Целевич, что можете сказать? Ну что, никто не святой. Мы совершили ошибку, хотя свое оправдание могу сказать только то. Рассказывал уже эту историю, не буду повторяться. Можно выдвигать только тех людей, которые готовы выдвигаться. В Латвии, на самом деле, очень немного специалистов по правам человека, которые действительно в этом разбираются. Пять лет назад было еще меньше. И никто из действительно тех людей, кого мы хотели бы видеть на этом посту, просто не соглашался баллотироваться. Поэтому, как я сказал, за неимением гербовой пишем на простой. Ну, относительно того, кто что сделал. Ну, понимаете, вот стиль вот этого выступления, на самом деле, очень напомнил мне стиль самого господина Янсена. Он тоже очень любит примерно в таком ключе высказываться, что вообще для омбудсмана, конечно, не совсем. Ну, все-таки наш радиослушатель затронул тему здравоохранения, права голоса и так далее. Вот хотелось бы перейти к этому пресловутому русскому вопросу, который очень нечасто ставит вину господину Янсенса. Вроде как мы рассчитывали на то, что он будет заниматься в том числе негражданами, в том числе русскими школами, в том числе нацменьшинцами. Но этого почему-то не произошло. Да не надо заниматься этими вопросами. Нужно просто, что касается, что мы хотим от омбудсмана, объективной юридической оценки, которая соответствует международным стандартам. И здесь, что касается неграждан, господин Янсенс просто от этого вопроса дистанцировался и просто отказался по этому поводу высказываться. Как я уже упоминал, его предшественник, господин Апситес, весьма национально мыслящий человек, который никогда этого и не скрывал, кстати, он тоже признал, что ряд ограничений прав неграждан являются проблематичными с точки зрения стандартов прав человека. И когда господину Янсену задали этот вопрос, что он думает об этом, он просто отказался отвечать, он от этого отделался. Что же касается русских школ, то он заказал специальное исследование по этому поводу и пришел к совершенно фантастическому выводу. Этот доклад, в общем, до сих пор доступен, что наличие школ с преподаванием, в том числе и на языках меньшинств, ограничивает права детей. Дискриминирует детей. То есть, с его точки зрения, полное равенство было бы тогда, если бы все учились только на латышском языке. Ну, это, извините, обычная безграмотность. Я точно знаю, что в бюро господина Янсена работают специалисты, которые знают, как оно там на самом деле обстоит. То есть, этот доклад стал результатом просто, ну, как бы политических указаний сверху. Потому что я не буду называть имену. Ну, вопрос к вам, раз вы поддерживаете господина Янсена, вас устраивает, как он занимался вопросом о неграждан и, к примеру, школ нацменьшинств? Или вы считаете, что эти вопросы действительно не настолько важны в контексте того, что есть другие проблемы? Нет, вообще, если мы смотрим каждый вопрос, я могу сейчас говорить не именно того, что говорил господин Янсен, но я, собственно, вот смотрю, что он писал в свою статью. Это был 2014 год, 29 январь. Он говорит, что ему первые, что мы два соперника, которые вообще его идея, этот господин Цилевич и господин Пименов, которые самые большие проблемы с ним, как общаться из партии Центр Согласа. И вот что я вижу, что он тоже говорил насчёт того, что он, насчёт Рома впервые, что он первый вопрос начал поднять, и потом поднял вообще права всех, всеми детьми, которые учатся в русских или других говорящих школах. Да, что их права, так и не может получить того, что закон обеспечивает, что должны получить. Он тоже начинал говорить с этим проблемами. Я, собственно, считаю, что нужно обязательно продолжить эту беседу. Если есть какие-то проблемы, что не можем обеспечивать этот момент, тогда нужно смотреть какие-то другие решения. Скажите, а как вот Союз Зелёных и Кристиан, в принципе, смотрит на существование школ нацменьшинств? Это господин Янсенс говорил, что дети там дискриминируются по сравнению с детьми, которые учатся в латышских школах. Вы поддерживаете эту точку зрения? Что дискриминируется? Да. Нужно смотреть каждый момент. Зачем так? Я, собственно, не слышал это его интервью, это её мнение. И если есть проблемы, тогда эту проблему надо решивать. Ну, нету сейчас разницы. Он говорит на латышском или на русском или на украинском языке, но он должен получить свои знания как в математике, так и в истории, в Латвии, в истории мира, в литературе. Ну, конечно, латышки будут читать Райнесса, но на русском будут другие читать авторы. То есть, насколько я понимаю, ваша партия, в принципе, не видит такой проблемы, как школы нацменьшинства? Ну, я, собственно, не эксперт по этому вопросу. Именно насчёт вопросов в школах, интеграции в школах и меньшинство вопросов, но тогда нужно здесь сидеть другими людьми, зелёных, крестьянских. Но то, что мы смотрим вообще на что-то русскоговорящие или по-русски, по-латышски говорящие, ну, мы все здесь живём, мы все должны получить одинаковые услуги, как в СЛИ, БСАИС, РДЗИБА, также здравоохранение, также другие, мы все налоги здесь платим, ну, одинаковые услуги все должны получать. А вот насчёт неграждан в таком случае… Ну, неграждан не может голосовать, да. Да, но они тоже платят налоги. Вы говорите, мы все платим налоги, мы уже получаем услуги. Но есть неграждан, которые не могут голосовать, а 250 тысяч, даже больше. Ну, тогда нам нужно беседовать того, что как мы идём на этот, как он может стать гражданином Латвии. Он зачем не может это свои… испилдает это требование, которое… То есть, выход из проблем – это натурализация? Ну, это отдельная дискуссия. Господин Телевич. Ну, видите ли, тут, мне кажется, здесь проблема именно в профессиональном отношении к делу. То есть, правозащитник должен говорить правду, даже когда эта правда неприятна правящим партиям. А в чём правда? Я согласен с всем. Правда в том, что на самом деле существуют очень серьёзные проблемы с образованием. Что действительно, как говорит господин Таверс, дети, которые учатся в школах, реализующих программы обучения национальных меньшинств. У нас нет школы меньшинств, как известно. Есть школы, реализующие программы обучения национальных меньшинств. Часто сталкиваются с ситуациями, когда сложные предметы преподаются на неродном языке. И действительно, у них возникают серьёзные проблемы. И уже более десяти лет назад этот вопрос очень подробно рассматривал Конституционный суд. И мне очень жаль, что вот эти стенограммы и решения Конституционного сюда сейчас как-то не очень часто упоминаются и мало их читают. И господин Янсенс предлагает очень простое решение. Полная ассимиляция. Вот пусть с самого начала все учатся на латышском языке, и тогда не будет никаких проблем. В теории прав меньшинств этот подход уже очень давно раскритикован и признан абсолютно несостоятельным. И, ну, видите, мне тут действительно трудно сказать, потому что я очень давно и серьёзно занимаюсь этим вопросом. Да, возможно, я понимаю, что как в Сейме, так и не в Сейме есть специалисты по правам человека, но голосовать за Янсенса или против Янсенса будут все депутаты, включая те, которые ничего не понимают в правах человека. И им тоже надо как-то определиться с позицией. Вот в связи с этим, господин Таверс, вы уверены, что подход господина Янсенса, он решает проблему? Ну, может, такое свое мнение говорить, нужно дискутировать наше от этого. Конечно, есть политические партии, также в Сейме, также член депутата Сейма, также из зелен крестьяна, который думает, что который здесь живет, всем нужно учиться только на единственный латышский язык, как приоритетный язык. Он постоянно может получить другие языки. Но мы смотрим на это количество людей, которые сейчас есть, те детей, которые сейчас учатся. Но это мое собственное мнение, что нужно знания сдать тоже на русском языке. Но если есть проблемы с учительным, который не говорит по русскому языку, тогда как-то эту проблему надо решать на этот момент. Оксана, давайте все-таки не смешивать разные вещи. Одно дело – это политические позиции, голосования, политические взгляды. Омбудсман не политик. Омбудсман – специалист по правам человека. И его задача – это давать анализ и оценку именно с точки зрения прав человека. А задача депутатов – оценить эту деятельность. Да, естественно. Но… Настолько позволяет компетенция. Ну, ладно, давайте не будем о компетенции депутата. Такой вопрос достаточно чувствительный, скажем так. Но я хочу сказать вот что, что оценки формально данные с точки зрения прав человека в сфере образования, в частности образования меньшинства, они абсолютно являются безграмотными, абсолютно несоответствующими современным стандартам прав человека. Господин Янсенц не может этого не знать. Я абсолютно уверен, что достаточно профессиональные сотрудники его бюро говорили ему об этом. Это его политический выбор. Он занял позицию, которая заведомо понравится националистически настроенным депутатам и националистически настроенному большинству. Вот опять проявляется вот этот популизм, вот это желание понравиться, вот это желание не трогать вопросы, которые, в общем, подорвут его популярность, а заниматься только вопросами, которые его личный рейтинг будет повышать. Для политика это плохо, для омбудсмена это непростительно. Давайте еще звонок примем, надевайте наушники. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Господин Сталевич, если можно, я вот зачитываю большими буквами в газете суббота с 17 по 23 февраля. Такая вот стразочка. Мы будем защищать русские школы, если об этом попросят люди. Это ваш шеф, господин Дурбанович сказал. Чего же вы ждете? Я за вас, лично за вас, вот за персону за вашу, голосовал и крестик ставил, да? Урбанович в другом, вы ждете, когда вас о чем-то попросят люди. То есть вот вы, партия моя, а валите все на правозащитника, который чиновник, который вами же и поставлен, ну, вами же и избран. И вот любая критика, которую я сейчас от вас слышу, вот от господина вот этого Янсена, да, у меня вызывает удивление. Вы-то, зачем я вот хожу и голосую и прошу, чтобы вы защищали, а вы говорите, Янсен должен. Знаете, это какой-то, у христиан, у христиан, господь, мы его побьем сперва, Иисуса Христа, потом мы будем на него молиться, а вот сейчас эти вот ребята, которые, Аллаха, они сами за себя, а мы все время ждем, что кто-то за нас что-то сделает. Вот вы персонально, вот вы персонально, вы что-то много говорите, а партия, в принципе, по моим понятиям, ничего не делает и только требует, ну, в данном случае от Янсена. Так, секундочку, да, конечно, спасибо вам за то, что вы за нас голосовали. Мы не требуем, чтобы господин Янсен защищал русские школы, мы требуем, чтобы позиции господина Янсена соответствовали стандартам. Если уж вы меня упрекаете в том, что я ничего не делаю, хочу вам напомнить, что еще достаточно давно, 12 лет назад, именно я был тем человеком, который подготовил иск в Конституционный суд, который защищал этот иск и добился решения Конституционного суда, которое в значительной степени остановило ту реформу школ меньшинств, которая планировалась в то время. И что значит мы не защищаем русские школы? Что и кто русским школам угрожает? Мы эту ситуацию отслеживаем очень плотно, этим занимается Игорь Пименов, этим занимается Елизавета Кривцова, этим занимаюсь я. И никакой реальной угрозы сегодня нет. Вот как сказал господин Таверс, нет сегодня у коалиции вот такого плана. Об этом много писали, я уж не знаю, кто как понял там вот эту программу правительства и план действий правительства. Там нет ничего о том, что русские школы должны быть ликвидированы, тем более к какому-то определенному году. Одна из коалиционных партий настаивает, что это должно быть, но у правительства таких планов нет. И во многом это результаты нашей работы тоже. Так что мы свое дело делаем, если вас не устраивает то, как мы работаем, ну конечно вы как гражданин имеете право проголосовать за любую другую партию, не знаю, может быть попробуйте национальное объединение, может они лучше будут защищать ваши интересы. Давайте мы переключимся к господину Янсенсу, вы говорите, что сейчас русским школам ничего не угрожает, то есть можно ли сделать вывод, что господин Янсенс правильно делает, что не занимается этим вопросом, потому что и так все нормально? Он не должен заниматься этим вопросом, он должен давать объективные оценки, соответствующие стандартам прав человека. Он искажает стандарты прав человека, вот в этом беда, а не в том, что там господин Янсенс угрожает. Я не могу сказать, что ничего не угрожает. При случае, конечно же, к сожалению, влияние радикальных националистов, национал-патриотов, я бы сказал, в правительство чрезмерно высоко. Пока что прагматики, вот такие, как мой собеседник, они понимают, что сегодня попытки наездов на русские школы, грубо говоря, принесут больше вреда, чем пользы. Хорошо, что должен был сказать господин Янсенс для того, чтобы вы признали, что он ведет правильную политику в отношении школ у нас меньшинства? Господин Янсенс не должен вести политику, он должен давать оценки с точки зрения прав человека. Чтобы вас удовлетворили его оценки, что бы он должен был сказать? Эти оценки должны соответствовать современным международным стандартам. Его интерпретация гаагских рекомендаций, например. Давайте вот так коротко, что, например, он должен был бы сказать? Он должен был бы сказать, что существование школ национальных меньшинств полностью соответствует международным обязательствам Латвии, а также нормам Конституции, он должен был бы сказать о том, что билингвальное образование, как бы к нему ни относились латышские национал-патриоты или русские национал-патриоты, является одной из допустимых форм образования меньшинств. Он должен был бы сказать, что правительство обязано гарантировать качество образования в школах, реализующих программы национальных меньшинств, и обеспечить одинаковую доступность и одинаковое качество образования, независимо от того, на каком языке тот или иной предмет преподает. Этого я сегодня действительно не слышала от господина Янсенца. Господин Таверс, вам не хватало вот этих слов от господина Янсенца? Нет, ну то, что я могу читать, что он говорил, что он поднял эту проблему, что есть проблемы тоже, как в школах меньшинство, что нет количества, качества всех предметов, которые продаёт. Но я не вижу, что он был против того, чтобы все дети, те, которые учились в русской школе, чтобы он говорил только насчёт латышки или совсем забыл свой собственный родной язык. Я не вижу этого. Я вижу, что он поднимает проблему, что нужно, чтобы все дети понимали хорошо математику, физику, историю, все предметы, все иностранные языки тоже, чтобы он понимал. Одно из решений, что он предлагает насчёт беседовать, но, может быть, есть возможность всеми учиться в таких школах, чтобы было, если есть большинство учителей, которые преподаватели на латышками, пусть они как-то тоже эти предметы учатся на латышками. Но это один вариант. Это нужно политикам решать, а не омбудсменам. Омбудсмен поднял проблему. Эта проблема всего больше не нравится другим человекам. Как он пишет? Он пишет господин Пименов, Цилевич и Кривцова. Да, из-за Кривцова упомянута. На что, только этого проблема. А на всего другого я нигде не вижу, что кто-то другой... То есть согласны с господином Цилевичем относительно того, что господин Янсенс выбирает те темы, благодаря которым он мог бы больше понравиться большинству? Ну зачем? Тогда на эти выборы шёл как политик. И был, наверное, 100% был сам как депутат. Какой ему смысл этого делать? Он поднимает проблему, которые есть реальные проблемы. И чтобы я это слышал, если был совсем такой тёмненький омбудсмен, который там тихо-тихо что-то говорит. Знаете, там есть проблемы в детских садиках. Никто эту проблему вообще не видел. Политикам нужно, извиняюсь, и также нашим, моим коллегам тоже иногда вот так реально прямо сказать, есть проблемы там, 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 там. Ну я, собственно, вижу, что он это пытается как-то решать. Ну, может быть, все вопросы, все решения не 100% правильные. Может быть, есть какая-то ошибка, которую мы можем беседовать. Это дальше потом политическая беседа. Григорий Целевич, тот факт, что господин Янсенс говорит о проблемах в школах нацменьшинств. Может быть, это как раз таки говорит о том, что он поддерживает факты их существования? Не против? А то мы, родители, не знаем, что в школах меньшинств существует проблема. Мы знаем, что проблема в том, что не хватает учебников, потому что учебники из России, в общем, не разрешаются по целому ряду предметов. А то мы не знаем о том, что учителей для школ национальных меньшинств латвийское государство не готовит, что является абсолютно очевидным нарушением рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. То есть, да, конечно, школы пока пускай будут, но вот таким вот ползучим образом, за счет ликвидации обучения учителей, мы постепенно-постепенно приведем к тому, что преподавать там будет некому. Мы что, этого не видим? Мы знаем все эти проблемы. Нам не нужен господин Янсенс, чтобы эти проблемы услышать об их существовании. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Я напомню, что говорили мы сегодня об успехах или об отсутствии этих успехов в работе господина Янсенса, действующего омбудсмена. Также напомню, что буквально на днях Сэйм будет выбирать нового омбудсмена. Возможно, им станет действующий омбудсмен господин Янсенс. Также напомню, что в гостях у нас были двое экспертов. Эдгарс Таверс, член правления Союза зеленых крестьян, который поддерживает Юрия Янсенса, и Борис Целевич с депутацией Матсогласия, который не поддерживает господина Янсенса. Спасибо вам, что пришли. Спасибо вам. Спасибо вам. Еще одно объявление, которое хотелось бы зачитать. Сегодня вторник, а значит очередной день добрых дел на радио Болтком. И сегодня мы помогаем 11-летней Арнелле. Арнелла перенесла уже пять операций. Сейчас ей требуется еще одна в клинике Мюнхена. Стоимость операций 11 тысяч евро с 11 тысяч 145 евро. И телефон, по которому можно позвонить для того, чтобы помочь девочке 9-0-63-83. 9-0-63-83. Стоимость звонка 1 евро 42 евроцента. В студии работала Оксана Антоненко, звукорежиссер Родион Золотарев. Всего доброго и до свидания.